Ну что, дорогие друзья, сегодня мы с вами начинаем говорить про раздел, который называется «Человек и общество». И начинаем мы этот с вами наш разговор с такой подтемы, которая называется «Биосоциальная природа человека». Дело в том, что в «Обществознании» понятно, что основным предметом нашего изучения будут разные социальные группы. Это то есть какие-то определенные общности людей, которые состоят из двух и более человек. Но тем не менее, для того, чтобы полнее понять природу разных социальных групп, нам необходимо понимать то, из чего состоят эти социальные группы. То есть это получается такое, знаете, как в физике, да, там все делится, 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 пока дело не доходит до атома, самой маленькой неделимой такой частицы. Вот в нашем с вами случае атомом будет выступать человек, поэтому нам будет крайне важно понять именно вот эту самую биосоциальную природу человека. Почему мы говорим биосоциальную? Ну, я думаю, что ваше познание в таком предмете, как русский язык, уже позволяет вам понять, что биосоциальное — это слово, которое состоит из двух корней. Биологический, да, грубо говоря, и социальный. Что за биологическая природа человека? Ну, мы с вами все знаем, что вообще, в принципе, человек как представитель рода Homo sapiens отличается от животных рядом признаков. И мы в одном из последующих видео с вами будем говорить конкретно об этих отличиях. Я даже дам вам стихотворение, которое можно будет выучить и запомнить все вот эти вот отличия человека от животного. Но, тем не менее, уже сейчас на каком-то интуитивном уровне мы понимаем, что по биологическим признакам, например, человек может обладать способностью члена раздельной речи. То есть он может произносить слова, эти слова складываются в предложение, предложение в абзаце, и все это принимает некоторый смысл, чего животные, к сожалению, лишены. В то же самое время, кстати, прошу обратить вас внимание на то, что мы, как писал один из очень... один очень известный мыслитель, Франс де Валь, его звали, он говорил, что мы гораздо больше зверюшки, чем о том предполагаем. И вы в его, кстати, очень интересной книжке, которая называется «Политиков с шимпанзе», вы можете прочитать много интересных примеров про то, как сильно мы на самом деле похожи с животными. И вот, очень рекомендую, это очень интересная книга, ее выпустило издательство Высшей школы экономики, в которую, возможно, кто-то из вас хочет поступать. Но так или иначе, если про биологическую природу человека примерно все понятно, то что за социальная природа человека? А вот здесь как раз-таки будет, знаете, раскрываться весь смысл, вся специфика тех характерных черт человека, которые не зависят напрямую от его биологической природы, да, там, не знаю, его биологических потребностей, его строения анатомического, там, чего-либо другого, а социальная природа человека — это все, что возникает в социуме, это культура, это наши черты характера, такие как ответственность, пунктуальность, да, ведь пунктуальность мы не наследуем, она не появляется у нас от рождения, это все продукты, которые создаются исключительно внутри социума, и они возможны также исключительно внутри общества, и обществом поддерживаются, это, наверное, хорошо. Или, например, такой феномен, как культура, да, или идеология, да что угодно, все, о чем мы с вами будем говорить по ходу дела этого курса «Обществознание», все это будет касаться именно социальной природы человека, поэтому нам так важно именно сочетание биологического и социального в природе человека. Когда я училась на первом курсе университета, один из моих преподавателей, совершенно замечательный, кстати, преподаватель, которого звали Андрей Леонидович Зверев, передаю ему большой привет, он говорил о том, что человек, или даже не человек, ребят, а личность, по сути дела, личность можно представить как формулу, которой биологические факторы необходимо умножить на социальные факторы. И по математическим правилам, я думаю, вы понимаете, что если при умножении один из параметров равен нулю, то и все уравнение будет равно нулю, поэтому для современной личности, как биологическая, так и социальная стороны, они абсолютное значение имеют. Ну, вот вы скажете, да, не совсем понятно, проиллюстрируйте на примере. Да легко. Вот смотрите, представим ситуацию, при которой социальные характеристики человека равны нулю. Это такая история, при которой человек по всем биологическим параметрам является человеком, да, у него две ноги, две руки, есть способность к члену раздельной речи, есть способность к абстрактному мышлению и так далее, и тому подобное, но при этом он всю свою жизнь никак не сталкивался с человеческим обществом. Мы с вами можем вспомнить такой пример из книжки про Маугли. Помните, там мальчик рос в семье, в обществе животных, получается, и в этом случае его социальные все характеристики, социальные факторы приравнивались к нулю. И если в книжке про Маугли все, в принципе, произошло хорошо и закончилось хорошо, то в реальном примере, когда подобный случай произошел на территории Франции, был найден мальчик, который, видимо, был потерян в лесу, и он не имел уже никакой способности выучить ни один из человеческих языков. У него были огромные проблемы с пониманием, в принципе, человеческого мира, когда его вот обнаружили и начали изучать. И получалось, что, к сожалению, этот человек, которого звали, кстати, Виктор, уже не смог социализироваться, не смог адаптироваться к человеческому обществу, и его личность, она как бы была невозможна в этой ситуации. Понятно, что если биологическая часть этого уравнения тоже равна нулю, то есть перед нами не человек, не представитель рода Homo sapiens, то личность также невозможна. Мы не можем назвать личностью котенка или щеночка, как бы нам того не хотелось, к сожалению. А что еще в этой всей истории для нас важно? Вот здесь я написала страшное такое слово, антропосоциогенез. Не переживайте, сейчас я вам его объясню, все станет понятным. Дело в том, что более традиционно этот термин выглядит без вот этой вот части, антропогенез. Антропогенез, вообще, в принципе, вот слово, вот это вот окончание генез, это корень от слова генезис, который переводится как происхождение. В то время как антропо, вот это, да, первая часть, вы, кстати, можете часто встретить такое слово, как антропологический и так далее, означает человек. Поэтому антропогенез переводится, расшифровывается на русский язык как происхождение человека. И здесь понятно, что если мы добавляем, как бы, вот этот вот еще один корень социо, то получается, что мы говорим о вот таком биосоциальном происхождении человека. И в этом контексте нам с вами необходимо будет знать несколько теорий. Честно вам скажу, ни разу не видела ни в одном задании на ЕГЭ про это какие-то вопросы, но вдруг вам попадется, и вы будете знать. Значит, смотрите, какие теории происхождения человека нас интересуют. Я знаю, это странная ситуация, когда преподаватель по обществознанию объясняет вам этот материал, но мы с вами попробуем выкрутиться. Значит, смотрите, теория креационизма или теологическая теория, она же божественная теория. Дело в том, что в соответствии с теорией креационизма предполагается, что человек произошел за счет того, что его кто-то создал. Да, в английском языке есть такое слово как create, поэтому вот это страшное креационизм, это как бы русская транслитерация слова creationism, да, как бы create, создание, теория про создание. Также запомните прилагательное теологически, потому что мы его будем всегда встречать в разговоре про религии и так далее. Я думаю, несложно догадаться, что теория креационизма говорит о том, что человек был создан богом, и именно таким образом он и произошел. Эволюционная теория Чарльза Дарвина – это одна из самых наиболее научно подтвержденных теорий, которые существуют в рамках этого разговора. И я думаю, что вам всем уже известно, что Чарльз Дарвин говорил о том, что человек является результатом долгосрочных, многолетних изменений, эволюционных, которые происходили внутри одного биологического рода. И происходили эти изменения, потому что человек адаптировался к разным, ну даже тогда не человек, да, адаптировался к разным изменяющимся условиям среды, участвовал в борьбе за выживание, да, и так далее. И в ходе этого процесса вот получились мы с вами в результате. И, наконец, мифологические или паранаучные теории – это самые неподтвержденные теории. Я могу вам привести в пример, вот есть у нас такая история про космическую теорию, в которой как бы говорится, что человек был, вообще, в принципе, жизнь была привнесена на планету Земля какими-то инородными, инопланетными, там, существами и так далее. Ну, понятно, что к этим теориям возникает много вопросов, но как бы лучше, чтобы вы про это всё равно, про этот материал знали. Вот, на этом у меня всё для вас. Увидимся на следующих видеоразборах.